Столица Полесия в ближайшее будущее не имеют все шансы стать кузней зорок белорусского футбола. Сегодня в Пинску отшинила свои дверы первой в Украине Академии футбола. Своим заявлением установила бизнесмену уродженцу столицы Полесия Александру Зарыбку. Идея открытия первой в Беларуси Академии футбола, а так само финансование проекта, належит бизнесмену Александру Зарыбку. Уродженец Пинска и он занимался футболом у Пинска из Дюшар номер 3. Будовництво Академии футбола – его подарунок спортивной школе и городу. Здесь их должны научить играть в футбол. Футбол – это командная игра. А успехи пойдут потом. Они обязательно пойдут. Будовництво футбольной академии распочалось в 2012 году и обошлось инвестору в 10 миллионов долларов. Установа отвечает всем сучастнейшим потребованиям. В склад спорткомплекса угольной площадью 7 гектаров выходят 4 футбольные поли и аналог московского локомотива «Крытый манеж». База оснащена раздевалками для наученцев и в учебном покое. От Брестского областного исполнительного комитета я выражаю слова благодарности Александру Михайловичу, который оказал очень существенную, значительную, весомую и самую главную помощь и поддержку в создании этого спортивного объекта. Я радуюсь, глядя вот на такое большое количество юных футболистов, наших друзей и где-то соперников, которые приехали поучаствовать сегодня в спортивных соревнованиях и тем самым еще раз укрепить значимость этого сооружения. Человек, который все это сделал, он родился в этом городе и он построил здесь детский футбольный центр. Это такая благодарность родине, благодарность тому месту, где он вырос. Я уверен, что славные традиции пинского футбола дадут еще ни одного высококлассного футболиста для наших сборных всех уровней. Я думаю, что и в ближайшем времени мы услышим о выпускниках этой академии самые хорошие отзывы. По завершении официйных урочистостей отбылся гульнич, а вот с нетерпением чекали пинские футболисты и гости. Донецкий клуб «Шахтер», детячая команда клуба «Батес» Борисова и Минская «Динамо». Пришли с хорошим настроением играть в футбол. А вообще на победу настроен? Да. Мне тут нравится, мы хотим все выиграть, чтобы у нас было первое место. Тут очень хорошо, можно играть, очень много места тут. Вот и эксплуатацию спортивного объекта и европейского узровня повинен повелечить, сколько с детей подлетков, которые занимаются футболом. И тем самым успехи пинских спортсменов максимума досягнуть не только республиканских, а и международных споборництвов. Мария Кобец, Людмила Салзин, Александр Дьяченко, областные новины, Пинск.